Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Около тысячи термоточек на сегодняшний день в Алтайском крае вводят особый противопожарный режим. Тест на отцовство проводят несколько десятков жителей края в год. В День ДНК о том, что еще и следует на уровне генетики в нашем регионе. Первый кубок дружбы среди фигуристов, что стало главным критерием победы. С 27 апреля в Алтайском крае планируют ввести особый противопожарный режим. Об этом сегодня сообщили в правительстве региона. Причина – погодные условия, которые негативно отражаются на ситуации с лесными пожарами. На сегодняшний день спутники зафиксировали в крае 932 термоточки на площади более 15 тысяч гектаров, из которых 65 представляют угрозу именно лесным участкам – более тысячи гектаров. Минприрода напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, особенно в майские праздники, когда люди проводят уборку на дачных участках или отдыхают на природе. К другим темам. Накануне в Алтайском крае началась неделя иммунизации. Это время, когда специалисты активно призывают прививаться от опасных болезней. Причем ставить вакцину не только детям, но и взрослым. О прививочном сертификате многие вспоминают лишь по требованию, говорят врачи. Профилактики серьезных болезней, таких как корь, вирусный гепатит и краснуха, не уделяют должного внимания. Вот и сегодня жительница Барнаула Валентина Воробьева ревакцинируется от COVID-19 – вируса, который долгое время был в центре внимания. От прочих болячек, считает женщина, защищать себя нет нужды. Ну так, вроде бы я не сильно жалуюсь на то, что на болезни такие, чтобы… Но хотя, да, это нужно, нужно и ставить прививки от гриппа и от прочего, от всех, которые бы желательно. Национальный календарь прививок рекомендует взрослым единожды ставить вакцину от вирусного гепатита, а также кори и краснухи. Каждые 10 лет от дифтерей-столбняка и каждую осень от гриппа. Однако сознательных взрослых с каждым годом все меньше, говорят доктора. По-честному трудно приходят и без всякого желания. Но если вот на работу, например, они трудоустраиваются и с них требуют прививочный сертификат, они тогда быстренько приходят и, соответственно, мы эти прививочки с ними отрабатываем. А вот так добровольно? А добровольно-то я бы не сказала. Между тем, непривитая и не переболевшая ранее коклюшем семья из Барнаула оказалась в зоне риска. Заболели дети, сейчас проверяют их родителей. Специалисты отмечают, в стране наблюдается плохая эпидситуация по целому ряду бактериальных и вирусных патологий. А для заражения часто достаточно лишь однократного общения с носителем. При этом в зрелом возрасте целый ряд патологий переносится гораздо тяжелее, чем в детстве. Если хотите знать о себе все, то вам не к психотерапевту, а к генетику. Сегодня во всем мире отмечают День ДНК – знак важности научных достижений в сфере генетического кода. Такие исследования позволяют, к примеру, узнать о предрасположенности к онкологии. Впрочем, в Барнауле можно обратиться к специалистам за целым спектром ДНК-исследований вплоть до подбора наиболее подходящих продуктов и видов физической активности. Об этом и не только. Подробнее далее. Это производится специальным зондом в виде ватной палочки стерильной. Образцы помещаются в специальный конверт. Этот конверт не отправить по почте исключительно курьерам. Слишком важный груз анализируют который в Кургане. Барнаутцы уже несколько лет имеют возможность узнать о себе все с помощью расшифровки ДНК. Наиболее часто обращаются за установлением родства. Тест на отцовство, я думаю, примерно процентов 70. Сегодня во всем мире отмечают День ДНК – ключевой информацией заключенной в геноме человека. По подсчетам ученых, существует около 22 тысяч генов, а их последовательности около 3 миллиардов. Поэтому мы не похожи друг на друга, но можем передать детям что-то от прапрадедушек. Вопрос – что? Диагностировано больше 2000 генных заболеваний и около 1000 хромосомных заболеваний. Генетические исследования онкологических заболеваний. Генетические исследования – это репродуктивного плана на этапе планирования семьи. Новое в плане развития генетики. Повторюсь, это отдельные центры, их всего несколько в мире. Мы можем выявлять вот эти мелкие точечные поломки дезоксирибонуклеиновой кислоты и, возможно, менять эту поломанную дезоксирибонуклеиновую кислоту, фрагмент ее, в гене особи, не важно, кто это будет, человек, животное, растение, на здоровый сегмент, тем самым предупреждая в дальнейшем заболевание. Другие ученые занимаются фармакогенетикой и лекарствами, которые бы воздействовали на поломанный ген. В Барнауле же проводят фундаментальные исследования. Например, клиенты узнают предрасположенность к алкоголю и наркомании, психическим расстройствам, аллергиям. Чаще всего по суду определяют кровное родство, настоящего отца и даже мать. Ревнивцы проверяли на измену. Партнер об этом может и не знать. Стандартные – это букальные эпители, либо какой-то доп. образец – волосы, ногти, жвачка, соска ребенка, кровь засовшая, зубная щетка, ушная сера. Кстати, в центре сказали, что все чаще пациентов к ним направляют врачи. Например, когда диагностика зашла в тупик. И до пандемии было больше клиентов, которые хотели бы узнать информацию о себе на клеточном уровне. Впрочем, мода на качественный глубинный подход к изучению здоровья только растет. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Заявление на выплаты детям от 8 до 17 лет можно будет подавать уже с 1 мая. В таком случае деньги начислят за период с 1 апреля. Напомним, накануне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила получения новых выплат. Они положены малообеспеченным семьям с низкими доходами, а точнее, если доход родителей ниже установленного прожиточного минимума в регионе. На эти цели дополнительно краевой бюджет получит 10,5 миллиардов рублей. Их направят на 125 тысяч семей. Сообщается, что родителям не понадобятся различные справки. Выплаты назначаются на основании межведомственных запросов. Подать заявление на выплату можно тремя способами. На портале госуслуги, в МФЦ или в отделении пенсионного фонда. Если все-таки будут возникать какие-то вопросы, они безусловно будут. И сейчас кто имеет право, за какой период. Мы подробно эту информацию просто размещаем на сайтах и Пенсионного фонда, и Министерства социальной защиты в наших социальных сетях, в аккаунтах. И хочу озвучить телефон для справок 2736-01. Это горячая линия нашего министерства. Пока в стагнации. Практически все игроки рынка недвижимости за последний месяц отмечают падение спроса на жилье. Причем как на первичном, так и на вторичном рынках. Так стоит ли сейчас вкладывать средства в недвижимость? Что будет с ценами на новостройки? Можно ли ждать снижение процентной ставки по ипотеке? Об этом и не только поговорили сегодня за круглым столом в сибирской медиагруппе. Застройщики почти в один голос говорят, на рынке новостроек выживут только сильнейшие. Те, у кого есть свои оборотные средства. Если раньше банки строить помогали, то сейчас, по словам застройщиков, буквально загоняют их в угол. Особенно это касается проектного финансирования. Деньги, которые несут дольщики, они же к нам не попадают. Они же оседают в банке. Соответственно, я их увижу только тогда, когда раскроют искрову счета. Что получается? Деньги копятся в банке. У меня поступление только на финансирование текущего проекта. Чтобы мне купить землю, мне что нужно сделать? Мне нужно обратиться опять в банк, чтобы взять кредит, чтобы купить эту землю. А банку, в общем-то, история застройщика не очень интересна. У банка есть своя составляющая, уровень рентабельности, который он хочет получить. А кому-то зайти в проектное финансирование и вовсе не позволят. Слишком, по мнению банков, велики риски. Как итог, вместо семи жилых объектов застройщик будет строить не больше двух-трех. Я думаю, что Барнаул и в целом Алтайский край ждет резкое снижение объема строительства жилья в последующие 2-3 года. Ну а соответственно, когда рынок сжимается, естественно, не получится снижение цены на жилье. А вот цена на вторичку понемногу снижается. Многим сейчас выгоднее купить недавно ставшее вторичным жилье с отделкой вместо нового. И эта тенденция, с учетом ситуации на рынке новостроек, сохранится. Конечно, все ждут снижения процентной ставки по льготной ипотеке, которая взлетела после всем известных событий. По мере изменения ключевой ставки, возможно, изменение ставки по госпрограмме. То есть не 12, а в дальнейшем будет изменение процентной ставки. Федеральные СМИ пишут, что в ближайшее время Центробанк планирует снизить ключевую ставку с 20 до 15%. Впрочем, и с сегодняшней ставкой на льготную ипотеку вторичку брать будут, уверены риэлторы. Возвращается обыкновенная жизненная ситуация, обыкновенные цепочки. Однокомнатная переходит в двухкомнатную, в двухкомнатную, в трехкомнатную, в трехкомнатную, как мы говорили, на два жилья. И, соответственно, вот эту категорию граждан, я уверена, что в меньшей степени коснется, скажем так, какая-то существенная колоссальная нагрузка, потому что кредиты будут небольшие в части доплаты. Но, тем не менее, это как раз решение просто-напросто обыкновенных жилищных вопросов. Пока же с 22 апреля возобновлена выдача сельской ипотеки под 3%, благодаря чему количество желающих обратить внимание на малоэтажное строительство может вновь увеличиться. Да и сейчас малоэтажки тренд, даже несмотря на рост стоимости стройматериалов. В целом участники круглого стола советуют желающим сохранить свои средства, вкладываться в недвижимость, ведь ценность ее никто не отменял. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Краевые депутаты в ходе выездных дней КЗС посетили одно из ведущих агропредприятий региона. В Косихинском районе они провели встречу в селе Малахово в фермерском хозяйстве группы компаний «Союз». Какие направления производства сейчас особенно востребованы и почему, расскажем далее. Рынок растительных масел скоро придет в прямую в зависимости от отечественных производителей. В условиях закрытых границ отвечают за потребительскую корзину и алтайские компании. Накануне краевые депутаты в рамках выездных дней АКЗС посетили Косихинский район, где группа компаний «Союз» занимается переработкой растительных масел. Директор предприятия Владимир Отмашкин не исключает, что скоро придется наращивать производство, ведь спрос в регионе растет. Также депутаты посетили комбинат молочных продуктов и производство колбас. Сейчас компания расширяет географию поставок. Повторяю еще раз, самое главное – качество. Мы принципиальное значение уделяем качеству и мяса, и продукции, которую мы производим на основе и мяса, и молока. Направление сельского хозяйства в группе компаний «Союз» развивают несколько лет. Сейчас у предприятия 6 тысяч гектаров в селе Малахово, на которых выращивают пшеницу, гречиху и подсолнечник. Парламентариям представили сорта зерновых. Такие выездные встречи, по словам депутатов, важны. Это дает возможность прямо в поле поговорить о проблемах сферы. Это нужно продолжать, реализовать в других районах. Поэтому, когда мы получили вопросы, наказы жителей, избирателей, естественно, то есть мы не просто посещаем, а мы стараемся потом максимально помогать решать эти вопросы. То есть каждый по своему профилю. В ходе экскурсии парламентария посетили и фермерское хозяйство. Сейчас на порядка ста коров. Завершился день обсуждением планов развития предприятия, которое депутаты назвали примером. Как можно работать на земле и выполняя социальные обязательства. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Желающих избираться в Барнаутскую гордуму от партии «Единая Россия» более чем достаточно. Так, до завершения приема заявок на участие в праймере с предварительным голосованием остается еще два дня, а зарегистрировано уже больше 180 участников. Двое список пополнили сегодня. Среди подавших документы инженеры, медики, учителя, военные, предприниматели и ныне действующие депутаты. Так, сегодня о своем намерении участвовать в праймере сообщил партиец Дмитрий Аганов. Он более шести лет представлял интересы жителей индустриального района в Барнаульской гордуме и в Краевом Заксобрании. И сегодня же список участников предварительного голосования пополнила депутат городской думы Кристина Юстус. Она активист Барнаульского отделения партии. Выбрала для себя третий округ, родилась в железнодорожном районе, живу в индустриальном, работаю, знаю жителей оба этих района, жители знают меня. Надеюсь, что пройду праймерис и дальше с жителями будем реализовывать те проекты, те планы, которые у нас намечены. Один из представителей других профессий Дмитрий Денисов, главврач самой крупной Барнаульской поликлиники номер 14, подал документы пару дней назад. Говорит, идет в Думу с целью улучшить ситуацию в здравоохранении. Пока удалось пополнить штат поликлиники. Сюда дополнительно принято 30 врачей разных специальностей. Но проблем в медицине еще масса. Добавим, подать документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» можно до 28 апреля. Дмитрий Дроздов, День с толком. С сегодняшнего дня в Барнауле началась раздача георгиевской ленточки, самого узнаваемого символа Великой Победы. Ленту вручали в нескольких точках города. Бесплатно получить и прикрепить отличительный знак к своей одежде смогут 30 тысяч человек. Именно столько в этом году заготовили ленточек волонтеры Победы. Сегодня они вручали бикалор на площади Советов на бульваре защитников Сталинграда в общественном транспорте. Патриотическая акция продлится до 9 мая включительно. Ну, во-первых, у меня два деда погибли. Я их ни разу не видела. Жизнь мне дали. Сами погибли, а я живу. Какие чувства? Ну, тут и скорбь, тут и радость, что все-таки жизнь продолжается. Память деда, наверное. Это символ Победы. И я очень горд и рад, что живу в этой стране. Главный христианский праздник или пасхальное чудо. В минувшее воскресенье православные всего мира, в том числе жители нашего края, встречали Пасху. Весь день в храмах освещали куличи и Пасхи, а ближе к полуночи началось традиционное празднование. Как барнольские верующие встретили Пасху в Покровском кафедральном соборе в сюжете Софии Яценко. Воскресе, Христос! И ты извергался и си! Воскресе, Христос! И подоша демона! Крестный ход, пасхальные службы и литургия. Традиционно многие православные стремятся встретить Пасху именно в храме. В этом году в Покровском соборе желающих разделить радость воскрешения Иисуса так много, что не протолкнуться. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Сюда пришел абсолютно разбитый, сил никаких не было. Христос воскресе! Весь день бежал просто. И к вечеру, когда Христос воскрес, все начали говорить Христос воскресе, у меня прям силы новые появились. Я такое ощущение, как будто выспался. Для меня праздник Пасха – это что-то ценностное, святое. Как людей приучить к добру, к позитиву, к здоровью. У меня сестра служит в Дагестане, сейчас на данный момент очень сильно переживаю за ней. В этом году православные ждали Пасху особенно сильно. Причин тому несколько. За пандемию люди соскучились по торжественному богослужению. И в год вооруженного конфликта многие молят о скором его разрешении. О мире мой, чтобы пыль был на земле. Ну и дети, родители, чтобы были здоровы. Поздравить своих родных и близких с Пасхой, сказать им Христос воскрес, а не ответить воистину воскресе. И после этого прочитать молитву, ученаш, вкусить трапезу. И можно выпить воистину воскресе бокал. После пасхальной службы у прихожан была возможность причаститься, чтобы стать ближе к Богу, очиститься от грехов и уверовать в торжество победы над злом. София Цынко, Вадим Быстревский, День с толком. В Барнауле прошел первый кубок дружбы среди фигуристов. 50 юных спортсменов из шести алтайских клубов демонстрировали свое мастерство в технике и артистизме. Но оценивали их не только по данным показателям. Главным был совсем другой. Что за критерии, знает Дмитрий Дроздов. Полсотни не просто любителей катания, а преданных любимому спорту фигуристок. Они собрались в одном месте, чтобы не столько обменяться опытом, сколько научиться работать в команде. В всех командах, которые у нас принимают участие, мы участников перемешали. Это было сделано специально. То есть в каждой команде у нас есть представители абсолютно всех клубов, всех городов. Две команды. Команда синих, команда красных. Сегодня они придумают себе названия, кричалки, даже создадут эмблему. Оценивали выступления тоже по командному принципу, по шестибалльной системе. И результат каждого влияет на общее значение группы. То есть в турнире Кубка Дружбы индивидуальность, на втором плане, на первом командность, сплоченность и ответственность. Победа в итоге за коллективом, который набрал большее число очков. Для них это впервые происходит, наш первый такой опыт. Поэтому мы обговаривали те моменты, что вы должны быть вот как команда. Задачи на сплоченность фигуристы в целом справились. Но самой дружной признана команда «Синих океан победы». Теперь ребятам не страшно выступать и в парном зачете. К слову, показательные номера спортсмены продемонстрируют уже через пару недель. В честь 9 мая в Барнауле пройдет серия мастер-классов. А завершится сезон краевым турниром, который пройдет до начала лета. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Солнышев, Ваше пред succes был, и это у нас э flipа в fuerza. Солнышев, оно появляется с подзвонки. Солнышев. Солнышев, оно хочет проб anfき, вроде да.